Так, мы сегодня обсуждаем пятую главу книги Линоба «Тонкие объекты». Глава называется «Негласимая легкость бытия». В начале главы Линоба напоминает нам, что в пятой главе он говорил, что согласно афрегианской концепции, объекты есть возможные референции сингулярных термов. И кроме того, согласно нетребовательной концепции референции, как он ее называет, соответствующее использование критерия в тождество является достаточным для задания отношения референции. И в соединении эти два тезиса дают нам нетребовательную или тонкую концепцию объектности. Как говорит Линоба, для того, чтобы защитить эту тонкую концепцию объектности, он ее должен сравнить с одной похожей концепцией, которая еще более нетребовательная, и он ее поэтому называет «Ультра-тонкой концепцией объектности». И он намерен показать, что тонкая концепция лучше. Хотя он говорит, что у него нет аргументов, которые бы однозначно требовали отвергнуть эту ультра-тонкую концепцию. Он говорит, что у него есть аргументы в пользу того, что она не очень хороша, не очень правдоподобна, тогда как его тонкая концепция этих недостатков не имеет. Источники по ультра-тонкой концепции, которые он упоминает, это, во-первых, Хейл и Райт, особенно он говорит в ранних работах, их заметно влияние ультра-тонкой концепции. Во-вторых, это Августин Райо, уже упомянутый ранее, он ссылается на две работы, The Construction of Logical Space 2014 года и Reply to Critics 2014 года. И еще он говорит, что Майкл Даммит вначале в работах 50-х годов придерживался этой концепции, а в более поздних работах он сам же критикует ее. Ну и вот поэтому, значит, Линоба презентует ультра-тонкую концепцию в двух версиях. Первая версия – это неофридианская, он ее представляет по работам Райта. А вторая версия – это версия Райо, которую он сам называет композиционализмом. Название несколько сбивающее с толку, потому что мы привыкли к тому, что у нас есть тезис композициональности в семантике, и мы думаем, что композиционализм – это что-то об этом, а на самом деле о другом. Так вот, значит, неофридианская версия основана на так называемом тезисе о синтаксическом приоритете, который гласит, что, во-первых, если выражение функционирует синтаксически и инференциально как сингулярный терм, то оно и есть сингулярный терм. И, во-вторых, если сингулярный терм входит в истинное товарное предложение, то существует объект, который им этим термом обозначается. Как говорит Линнеба, этот тезис он взял из работы Райта, но судя по тому, что он говорит, Хейл также разделял этот взгляд на вещи, по крайней мере, раньше, что-то сейчас не знаю. Значит, вторая версия – это как раз версия Райо. Значит, тут приводится цитата из работы Райо 2014 года, где сказано, «Пусть Л будет неинтерпретированным языком первопорядка и рассмотрим приписывание условий истинности предложением в Л. наше приписывание должно сохранять логические средствия, но в остальном мы вольны выбирать любое приписывание, которое нам нравится». Согласно композиционализму, то есть той точки зрения, которую защищает Райо, предложение Л интерпретируется таким образом, что все, что требуется, чтобы единичный терм Т языка Л указывал на объект в мире, то есть все, что требуется, чтобы Т был не пустым, это штабный мир удовлетворял условиям истинности, которые были приписаны предложению «существует х такой, что х равен t» или некоторому его инфиденциальному аналогу. И Линеба поясняет, что сохранять логические средствия здесь означает, если psi логически следует из φ, то условия истинности, приписанные φ, должны требовать по крайней мере столько же, сколько условия истинности, приписанных psi. Линеба обращает внимание на то, что между этими двумя версиями есть значительные сходства. Так они обе предполагают, что предложение имеет особый объяснительный статус в семантике. Одного семантического условия, наложенного на него, конкретно это условие быть истинным, достаточно, чтобы его структурные составляющие, в частности, сингулярные термы, успешно означали что-то. То есть нам не надо накладывать дополнительно условий на сами термы семантических или на какие-то другие составляющие предложения. Нам достаточно условия, наложенного только на предложение. И во-вторых, в обеих версиях накладывается дополнительно несемантическое условие. В версии write это условия определенной синтаксической формы, то есть, чтобы терм функционировал синтаксически, как сингулярный. А в версии write это условия сохранения логических следствий. При этом, Лина обращает внимание, что если условие write ориентировано на применение к естественному языку, то условия write о в основном предполагается использовать на формальных языках, таких как язык первопорядковой логики. И, естественно, из-за этого условия write о можно сформулировать более строго, что он и делает, и поэтому его более удобно критиковать. Поэтому в дальнейшем Лина Баа больше обращается именно к критике версии района. Для своей критики он использует несколько определений. Он говорит, что L0 является базовым языком, он называет его базовым языком, тогда, когда этот язык полностью интерпретирован и имеет дело с объектами, которые мы принимаем как непрограмматичные. L1 он называет расширенным языком и говорит, что такой язык может быть либо частично, либо полностью неинтерпретированным, и он может либо перекрываться, либо полностью отличаться от языка L1. Соответственно, если они перекрываются, то неинтерпретированный является та часть языка L1, которая не совпадает с языком L0, а если они не перекрываются, тогда L1 является неинтерпретированным полностью. Далее он вводит функцию TAU, которую называют логически приемлемым переводом. Если TAU представляет собой рекрусивную функцию из L1, VL0, такую, что для нее выполняются два условия. Первое. Для всякой формулы Φ и множества формул Сигма, если из Сигма выводится или следует Φ, вот здесь вот несколько непривычно, следование обозначается двоим штопором, то из TAU-Сигма следует TAU-ФИ, то есть TAU сохраняет логические следствия. И второе условие для всякой формулы Φ и ЗЛ1 логической истины является, что TAU не ФИ эквивалентна с не TAU-ФИ, то есть TAU коммутативно относительно отрицания сохранения логических следствий. И тут можно пояснить, что это значит, что логический приемлемый перевод, любой логический приемлемый перевод является таким приписыванием условий истинности, для которого выполняется условие район. Просто здесь условия истинности, как поясняет сам Линеба, приписываются посредством ассоциации с какой-то формулой ФИ, его перевода в язык L0, то есть TAU-ФИ, который и является выражением условий истинности для ФИ. Значит, Линеба делает два замечания относительно своих определений. Во-первых, определение логически приемлемого перевода применимо и к открытым формулам, не только к предложениям, как предполагают те условия, которые накладывают Райт и Райо. Поэтому утверждение, что ФИ и ТАУ-ФИ предъявляют одинаковые требования к НИЛ, должно быть релитализировано к эвалюации переменных. Но, говорит он, если нужно, можно ограничить определение так, чтобы оно применялось только к предложениям. И второе замечание. Хотя определение накладывает на ТАУ-ФИ условия сохранения логических средствий, отсутствие следования может не сохраняться. То есть, если из какого-то множества предложений Гамма не следует ФИ, то не обязательно, что из ТАУ-Гамма не следует ТАУ-ФИ. Причина в том, что мы хотим позволить формуле расширенного языка, которая не является логической истиной, быть отображенной на логическую истину базового языка. Например, мы можем отобразить предложение существует число, на предложение существует понятие, равномочное самому себе. И далее Линоба приводит два возражения против сформулированной им концепции. Одно возражение принадлежит Дамиту, и оно как раз высказано вот в тех более поздних работах, где Дамит критикует ультратонкую концепцию, которую он раньше сам уже придерживался. А второе возражение сформулировал сам Линоба. Рассмотрим возражение Дамита. Значит, если взять снова пример с абстракцией направлений, который много раз приводился в предыдущих главах, то, как было показано ранее, мы можем установить ясные и логически непротиворчивые правила использования терминов вида ДЛ, то есть терминов направлений. Что мы получим таким образом? Согласно Дамиту, это можно вполне резонно рассматривать как добротный метод обоснования использования имен направлений. Но это обоснование, естественно, будет истолковать не как демонстрацию того, что такие имена имеют референцию тем же способом, что и имена конкретных объектов, а как объяснение их использования без приписывания им референции. То есть, говорит Линоба, возможно, что термы направлений служат только новым и необычным средством выражения утверждения о прямых. здесь можно пояснить, что поскольку мы явно не задаем класс объектов, на которые могут указывать имена направлений, то можно резонно усомниться в том, что на эти объекты действительно осуществляется указание и что по ним можно квантифицировать. А, собственно, понятие референции это понятие, которое гарантирует нам, что мы можем всегда выбрать конкретный терм, в смысле, конкретный объект, на который указывает сингулярный терм, во-первых, и во-вторых, мы можем корректно квантифицировать, то есть мы можем задать переменной корректно область пробегания. Сам Дамит об этом говорит, что если для установления истинности φ нет другого способа, кроме перевода его в Тау-фи и установления истинности последнего, то этот подход к теории значения можно назвать холофористическим редукционизмом. Термин этот ввел, как говорит Линнебаун, этот термин принадлежит Клайну, значит, и он означает, что мы редуцируем значение фразы целиком, а не ее компонентом. И при такой интерпретации синтаксическая структура φ не отображается в семантическую структуру, то есть значение предложения φ не получается из значения его составляющей. И поэтому каждый сингулярный терм, который входит в φ, но не входит в Тау-фи, является по выражению Дамита симметически праздным. Иначе говоря, холофористический редукционизм обеспечивает, как называют это Линнеба, лишь фасад референции, но не настоящую референцию. Далее следует возражение самого Линнеба. Возражение от необъяснимости референции. Как он говорит, отношение между термом Т и объектом О, на который указывается терм, является контингентным и требует объяснения, по крайней мере, в принципе. В конце концов, мы думаем, что всегда есть причина, по которой терм Т указывает на О, а не на какой-то другой объект, обычно имеющий отношение к тому, как язык используется. И можно привести примеры, когда условия ультратонкой концепции референции выполняются, но соответствующее отношение референции остается необъяснимым. То есть не просто объяснения нет, а его нельзя сформулировать в принципе. В качестве примера Линеба рассматривает полные и разрешимые теории. Он определяет полную теорию, как такую теорию, которая является максимально непротиворечивым множеством формул языка. И он определяет разрешимую теорию, как теорию, для которой существует рекурсивная процедура, позволяющая однозначно определить принадлежность формулы к ней, то есть к этому самому множеству формул. Пример полной и разрешимой теории это теория связанного линейного порядка бесконечных точек. Язык этой теории имеет один предикатный символ, который обозначается вот так, знак нам меньше. И принимается, что он обозначает линейный порядок, что этот порядок связанный, и что у него нет конечных точек. То есть линейный означает, что все объекты однозначным образом упорядочены друг относительно друга. Связанный означает, что между двумя объектами можно указать третий, который будет больше первого, но меньше второго. И что нет конечных точек, означает, что нет минимального и максимального объекта. Далее Линоба утверждает, что всякая полная, разрешимая, не противоречивая теория порождает логически приемлемый перевод. Вот с этим утверждением мне осталось не совсем понятным, откуда берется его общность, но в следующих рассуждениях именно общность утверждения не имеет значения. Тем не менее, если его принять, то отсюда следует, что по условию райо все сингулярные термы, входящие в теоремы такой теории, имеют референцию. Однако эту референцию, как показывает Линоба, не всегда можно объяснить. Пример, который он приводит, это опять пример связанного линейного порядка бесконечных точек. Пусть, говорит он, сигма будет теорией такого связанного линейного порядка бесконечных точек, пусть Л1 будет ее языком. Пусть базовым языком для языка Л1 будет язык пропозициональной логики с только лишь двумя атомарными формулами, константами, обозначающимися символами истины и абсурда, которые стандартно первая всегда истина, а вторая всегда ложна. Пусть Тау будет переводом, отображающим некоторую формулу Фи из Л1 в эти две константы, соответственно, тому, является ли Фи теоремой сигма или нет. Линобол формулирует утверждение 5.1, которое гласит, что перевод Тау является логически приемлемым. Это утверждение доказывается в приложении 5.1. Далее он говорит, не трудно показать, что все, что сказано выше, выполняется и в том случае, если добавить к языку Л1 новую константу С. Или, как говорит он в примечании, даже несколько констант, если мы можем указать для них однозначный порядок, скажем, ценой меньше С1, меньше С2 и так далее меньше С. И итоговая теория, как легко увидеть, будет также полна, разрешима и непротиворечива. Это означает, что для нее также существует что перевод Тау, который будет переводом из ее языка в базовый язык, также будет логически приемлемым. И Лина бы говорит, что этот пример проблематичен для ультратонкой концепции, потому что она предполагает, что константа С имеет референт. Однако неясно, на какое из бесконечного числа линейно упорядоченных объектов должна указывать С. нет никаких причин считать референтом один объект, а не другой. И более того, если Тау наделяет сингулярные термы языка лодвин референтами, то предположительно он Тау также наделяет квантифицируемые переменные их областью пробегания, то есть всей областью объектов порядоченных отношением меньше. А значит встает вопрос о том, сколько таких объектов существует, поскольку существуют связанные линейные порядки бесконечных точек любой бесконечной кардинальности, нет никаких причин считать, что домен имеет одну кардинальность, а не другую. И Линеба формулирует вывод, что референция и кардинальность в этом примере представляют собой грубые и необъяснимые факты. ну и это не очень хорошо, потому что, как он утверждает в начале этого аргумента, референция представляет собой факт, нуждающийся в объяснении. В качестве заключения можно сказать, что существование логически приемлемого перевода недостаточно для того, чтобы терм расширенного языка, который отсутствует в базовом языке, имел референт. И Линеба утверждает, что его собственная тонкая концепция референции избегает этого выложения, поскольку в ней отношение референции между термом и определенным объектом объясняется посредством ассоциации со спецификацией этого объекта и отношением общности, которая дает катерий дождества до этого объекта. Поэтому, как он намерен показать, его тонкая концепция лучше. На этом у меня все. Спасибо за внимание. А может быть ультратонкая концепция критикуется за то, что она не позволяет играть с расширяющимися доменами, так как приводит к появлению таких объектов, на которые невозможно указать. Насколько я поняла, Алина бы утверждает, что если мы используем ультратонкую концепцию референции, то даже в обычном домене, не расширяющемся, а просто в бесконечном непонятной кардинальности, мы не можем в полном смысле слова указать на объекты и именно за это он ее и критикует. Спасибо, надо осмыслить, я не очень понял. Где вот это замечание, Уэлина, поформулируется по поводу вот этой общности относительно логического, логически приемлемого перевода? страница 93. Это первый абзац, который начинается на этой странице. Насколько я понимаю, здесь имеется в виду следующее. Вот у нас есть какая-то теория, она является полной, разрешимой и непротиворечивой. Это значит, что для нее обязательно существует логически приемлемый перевод в том смысле, что у нас истинностные значения никак не поменяются и никакие новые предложения не получат истинностные значения, она и так уже полная. И более того, так как она разрешимая, все равно всякое предложение из тех, которые там есть, оно уже получило какое-то истинностное значение. То есть когда мы делаем перевод, у нас не будет такой ситуации, что в переводе теории Сигма у нас окажется больше, например, истинных или больше ложных предложений. то есть всегда будет перевод один в один осуществляться. Ну, при условии, конечно, что та вторая теория, которая является переводом, она будет сохранять какие-то, ну, выполнять вот эти условия для адекватного перевода. Ну, то есть это будет, как бы, если вот в терминах расширения, то это будет неконсервативное расширение. число следствий не должно вроде как увеличиваться. Ну, и он просто написал это, потому что это более-менее понятно, но не стал доказывать это в общем виде, потому что ему это было не нужно. Ну, видимо, да. Ну, то есть, если бы теория Сигма, которую мы хотим перевести на новый язык, не была полной или, например, была бы неразрешимой, то тогда мы бы не знали, во что надо отобразить некоторые из предложений этой теории. Но мы должны были бы их во что-то отобразить. Ну, то есть, мы должны были бы отобразить некоторые предложения языка этой теории, но поскольку мы не могли бы знать, являются ли они в некоторых случаях теоремами или нет, мы не знали бы, куда их отобразить. Так? Ну, примерно так, правда, здесь не о теоремах речь, тут же не о выводимости имеется в виду, а о логическом следовании, и поэтому двойной штопор используется. То есть, это не синтаксическая выводимость, а семантическая. А вот оно что. А почему в этом случае используются непривычные семантические обозначения, когда перед двойным штопором стоит модель, а используется множество предложений, немного сбивает с толпу? Ну, потому что здесь речь о логическом следовании идет. То есть, вот, из набора, скажем так, посылок логически следует заключение в том случае, если нет такой интерпретации, когда посылки одновременно истины, а заключение ложно. то есть, если посылки одновременно истины, то заключение тоже обязательно должно быть истинно. И вот это вот, ну, как бы, это и есть, собственно, определение логического следования. И оно обозначается двойным штопором. Ну, ладно. То есть, мы говорим, что существует какая-то интерпретация, то есть, существует какая-то модель, да, которая если там одновременно посылки истины, то значит и истина заключения. Да, понятно. То есть, сигма надо воспринимать как контекст в семантическом смысле. Мне не совсем понятно, что значит контекст в семантическом смысле здесь. Ну, ну, то есть, вот как обычно это в теории типов, да, контексты такие, примерно. Ну, да. Ну, это очень близко, хотя здесь еще предполагается, что не обязательно будет буквально, ну, например, вот мы говорим, что есть какая-то сигма, да, и она, ну, то есть, тут не обязательно же прям всю теорию рассматривать, я вот это имею в виду, да, то есть, у нас, например, из конъюнкции P и Q в обычной классической логике высказываний будет логически следовать P. Ну, то есть, самого P это там нету, да, там есть конъюнкция, но вот из конъюнкции P следует. Ну, то есть, как бы, контекст, он здесь предполагает, что мы не только вот сами эти, непосредственно сами эти структуры имеем, да, и поэтому к ним обращаемся, но мы можем с тем, что у нас есть, какую-то операцию провести, и тогда мы получим то, что нам надо. Я вот тут попытался придумать какой-нибудь очень простой пример, который бы иллюстрировал ультратонкую концепцию, и пока у меня не очень хорошо получается. я подумал, что может быть можно что-то сделать вот такое вот. Допустим, у нас есть предложение языка, которое говорит, ну, понятного нам языка, которое говорит, что, там, не знаю, я вижу там серого кролика, да, ну, по стопам Куайна, значит, пойдем. Вот, и мы пытаемся сделать, использовать это предложение, которое мы понимаем, и мы понимаем его синтаксическую структуру, и мы понимаем, какой семантический вклад вносят все компоненты этого предложения. Для того, чтобы понять предложение какого-то другого языка, который пока является неинтерпретированным. И, может быть, можно было бы говорить, ну, поскольку здесь о сингулярных термах идет речь, можно было бы взять какой-нибудь язык, в котором есть не один сингулярный терм, а несколько. Да, и мы могли бы тогда предположить, что вот там описывается этот кролик более детально. То, например, что у него есть две лапы передних, две задних лапы, да, соответственно, у нас термины, там, сингулярные термы отдельно для каждой его части есть. Вот, и они все одновременно используются в предложении. и из того, что мы можем сделать перевод, не будет следовать, что мы поняли, почему осуществляется референция теми сингулярными термами непонятного нам языка и на что они конкретно указывают. То есть перевод мы имеем, но при этом мы не знаем референцию этих термов. Вот, не знаю, насколько это адекватный пример, но мне кажется, что вроде бы здесь удается схватить какую-то мысль против концепции ультратонких объектов. А вот в этом смысле ультратонкими объектами являются вот эти части этого самого кролика, которые мы в неизвестном нам языке, ну, не мы, точнее, а какие-то туземцы в неизвестном нам языке обозначают отдельными термами, и когда они говорят о кролике, они все эти термины используют в зависимости от того, какими реально частями этот кролик обладает. И здесь вот как раз у нас возникает эта сложность, о которой Линнеба говорит, когда он описывает свое возражение по поводу неопределимости референции, да, то есть мы не можем определить из того, что существует перевод, еще не следует, что нам понятно, как референция осуществляется. При этом, когда мы рассматриваем тонкую концепцию, и вот если взять эти примеры с параллельными прямыми, то там нам понятно, как осуществляется референция к направлениям, несмотря на то, что ну как бы направления это такие же вот типа тонкие объекты, которые имеют те же самые требования к миру, что и просто прямые линии. здесь вроде бы вот эти части кролика, соединенные вместе, они тоже те же самые имеют требования к миру, но нам непонятно, как референция осуществляется в данном случае. Вот не знаю, насколько это адекватно. Если у вас есть какие-то соображения, будет здорово. То есть ключевым является именно вот это понятие абстрагирования, которое мы применяем к конкретным объектам, мы знаем каким, и поэтому после абстракции мы тоже знаем, какой именно объект мы получили, даже если он абстрактный. Так? Ну, в случае тонких объектов да. То есть мы знаем, как именно мы указываем на эти объекты. Вопрос указания, он всегда сводится к вопросу о тех объектах, которые не являются для нас проблематичными. Вот у нас есть две конкретные прямые линии, мы знаем, как на них указывать с помощью термов нашего языка. И поэтому мы говорим, что есть еще направления, которые, в общем-то, являются абстракцией от этих линий. И поэтому, когда мы говорим, что вот направление, ну, не знаю, условно говоря, направление же, оно может быть определено, как проходящее через какие-то там две точки, да, мы всегда можем сказать, что там линия проходит, значит, там есть направление, что-то в этом роде. А когда мы говорим о кролике, с одной стороны и о каких-то частях кролика туземец говорит, мы, конечно, понимаем, что он о кролике говорит, когда он весь этот большой набор сингулярных термов употребляет, но нам непонятно, на что указывает конкретно взятый сингулярный терм в его языке. А не связано ли это с вопросом о намеренных и ненамеренных интерпретациях? то есть вот у нас есть какая-то теория, даже если она полна и разрешима, мы можем не знать, какой именно фрагмент реальности она описывает, и могут существовать несколько фрагментов реальности, которые могут с одинаковым успехом описываться этой теорией, и мы не будем иметь между ними никаких критерий выбора. Ну, это близкая проблема, как мне кажется, проблема категоричности, но я думаю, что здесь необязательно ее привлекать. То есть тут проблема с неопределимостью референции, которую поднимает Линнебо, она не зависит от категоричности или не категоричности. Вот я почему Куковайна вспомнил, потому что здесь, как мне кажется, структура аргументации ну, по крайней мере, может быть представлена в том же виде, в каком Куайн говорит о непознаваемости референции, когда рассматривает там всякие туземные слова типа гавагай. То есть здесь очень похоже по структуре, но немножко о другом, конечно, речь. Мне кажется, еще дополнительные сложности возможны в том случае, если теория говорит не о действительном мире или не только о действительном мире. Если мы с помощью кроликов размышляем о предках, то это будет более запутанная ситуация. Ну, например, мы можем говорить не только о направлении движения кроликов, мы можем говорить о, так скажем, духовной близости кролика к тому или иному типу предков. Это будет сложнее. нужно ли это, укладывается ли это в размышления Алины Ба, я не знаю. Хорошо бы, конечно, иметь определение того, что такое теория с точки зрения Алины Ба. Может быть, это бы прояснило ситуацию. Ну, мне кажется, теория у него достаточно стандартно понимается как набор предложений, которые логически друг с другом связаны каким-то образом. Ну, да, но мы можем говорить о каких-то духовных близостях кроликов к каким-то предкам. Это будет логически связано. Вот у меня у вас такой вопрос. Означает ли то, что говорит Лина относительно необходимости объяснять референцию и вот против этой ультратонкой концепции, что объекты, абстрактные объекты, к которым мы можем реферировать, это только такие объекты, которые получены из конкретных путем операции абстрагирования. То есть если мы изначально определим абстрактный объект, ну, просто задав ему какой-то набор свойств, то может ли он быть, может ли к нему устанавливаться соотношение референции от символярного тема или нет? Мне кажется, если опираться на то, что у него раньше написано, у него ведь обязательно вводятся требования, что необходимо вопросы относительно новых, то есть вот этих абстрактных объектов, что эти вопросы должны обязательно сводиться к вопросам о непроблематичных объектах. Если мы просто так какую-то абстракцию выдумываем, то мы не можем на нее указывать. Ее просто нет, ее нельзя просто так выдумать. Мне просто вспомнился пример Гича по змею, которой нет, ну, не знаю, известен он кому-то. Мне нет. Там, значит, была история, что вот бабушка думает, что у нее в амбаре живет змея, конкретная змея совершенно, она там в нее даже более того стреляла, может быть, даже думает, что попала, но на самом деле никакой змеи нет. И ставится проблема того, что там, если она кому-нибудь расскажет об этой змее, и тот тоже будет, ну, он поверит ей, что змея существует, и тоже будет о ней думать, будут ли эти два интенсиональных объекта тождественные или нет. Получается, что вот с помощью теории Линоба, с помощью подхода Линоба, мы не можем ответить на этот вопрос, потому что нам всегда нужна конкретная змея. Как бы точно не совпадали свойства той и другой интенсиональной змеи, если конкретных змей нет, то и референции тоже нет, соответственно, ну да, то есть нет критерия тождества, в смысле Линоба и референции тоже поэтому нет. Ну почему? Мне кажется, тут у нас все эти условия соблюдаются, у нас есть критерий тождества для змеи, в которую верит эта бабушка, просто это такая змея, которая не совпадает ни с одной реально существующей змеей. Вот все. Так а как? Мы же ее не абстрагировали ни из какого реально существующего объекта, мы ее, точнее, не мы, а бабушка, она ее создала просто из понятий. Ну она же знает, что в принципе змеи существуют. Ну знает. А, ты имеешь в виду, что она из множества конкретных змей абстрагировала какие-то свойства и вот наделила эту змею змеи? Ну, возможно, я уж не знаю, как она конкретно поступала, но здесь ведь при абстрагировании мы новые объекты получаем, которых у нас раньше в принципе не было, да, и вот из прямых направления, у нас не было никаких направлений, были только прямые, потом мы раз так и направление получили. А тут мы должны от змеи абстрагироваться и получить что-нибудь еще другое. Мы можем модифицировать пример, мы можем, например, взять не бабушку, а, скажем, маленькую девочку, которая считает, что у ней под кроватью живет бабайка, и то есть она может иметь какие-то достаточно даже четкие представления о том, какими свойствами обладает эта бабайка, но ну, это тогда действительно будет объект совершенно нового типа, которых подобных ему не существует. Ну, вот, наверное, если эта девочка умеет определять та, это самая бабайка или другая, то тогда она осуществляет к ней референцию, и значит, она существует. Ну, то есть вот это вот понятие простой референции и простого существования, как у Линова. Хотя вначале-то он говорит же, что это дело касается математических объектов, ну, или вот каких-то таких вот абстракций типа математических объектов. Ну да, но как я понимаю, он все-таки не ограничивается именно математическими объектами. Он предполагает, что его метод более широкое применение может есть. мне кажется, вот эти примеры со змеями и с бабайками не очень подходят нам, поскольку змеи и бабайки не являются абстрактными объектами, это конкретные объекты с пространственно-временной определенностью. Так нет, это конкретные змеи являются объектами с пространственно-временной определенностью. А тут-то как раз фишка в том, что этой конкретной змеи или этой конкретной бабайки не существует, но люди, которые о них думают, имеют четкие представления о свойствах этих объектов. Ну, в общем, критерий тождества для абстрактных объектов, он и представляет собой просто исчерпывающее описание их свойств, насколько мне нужно. Не, ну, здесь тоже есть пространственно-временные свойства, потому что эта бабушка верит, что змея находится у неё в сарае прямо сейчас, например. Или девочка верит, что эта бабайка у неё прямо под кроватью вот в данный момент находится. То есть какие-то пространственно-временные свойства или отношения тоже имеют место там. Ну, и соответственно имеют представления. Это какие-то другие. Как какие-то другие. Чем нахождение в данный момент в сарае у этой бабушки для змеи отличается от сундука, например, который там реально стоит. Ну, если, например, там относительно какой-нибудь лопаты, которая находится в сарае, мы можем сказать, скажем, находится она под сундуком, грубо говоря, или не находится. То относительно змеи, даже если бабушка думает, что змея сидит под сундуком, мы всё равно не можем сказать без вот этого интенционального оператора, действительно ли змея под сундуком или нет. Да, но тем не менее бабушка в неё целилась и стреляла. Она же в каком-то направлении это делала, значит, змея была там с её точки зрения. Да, бабушка ошибается, но тем не менее она приписывает ей вполне себе обычные пространственно-временные свойства. Ну, то есть, если бабушка действительно целится куда-то, стреляет и думает, что она выстрелила в змею и змея находится там, то у этой бабушки есть онтологические обязательства. То есть, мир должен быть именно таким, что там змея находится и тогда убеждения бабушки будут истинными. Если мир не таков, ну, тогда как бы бабушка ошибается. Но вопрос ведь не в том, ошибается бабушка или нет. Вопрос в том, можем ли мы установить тождество между той змеей, о которой думает бабушка, и той змеей, о которой думает другой человек, которому она рассказала о своих приключениях со змеями. Очень интересно, какой критерий тождества они могут использовать для этого? У них есть какое-то общее знание. Они знают, что это змея, они знают, что эта змея находится у бабушки в сарае, они знают, что бабушка в нее целилась и стреляла. То есть они могут описать эти объекты. Да, они действительно могут описать эти объекты и предположим, что в мельчайших подробностях их описания совпадают. Можем ли мы в таком случае сказать, что действительно змея бабушки тождественно змея того другого человека, поскольку конкретной змеи нет, и путем остаемся и мы не можем проверить, нам остается только критерий тождества для абстрактных объектов, а он устанавливается по набору свойств. Если у нас набор свойств совпадает, то мы должны сказать, что это одна и та же змея. Но раз Линоба говорит, что для того, чтобы у нас был критерий тождества для абстрактных объектов, нам нужно абстрагировать их из конкретных, получается, что в смысле Линоба оснований для установления тождества у нас все равно не будет. Тождество устанавливается между конкретными объектами, здесь мы имеем дело просто с описаниями объектов, то есть, грубо говоря, с понятиями. И все, что подпадает под это понятие, оно, значит, подходит и является референтом. Но для того, чтобы было тождество, нам надо, чтобы подходило что-то конкретное. Когда это конкретное что-то единственное будет найдено, и еще какое-нибудь другое единственное конкретное будет найдено, тогда мы сможем эти два конкретных сравнить объекта друг с другом, и тогда мы уже сможем применить там, ну, как бы, будет иметь место разговора в критериях тождества. А пока мы о понятиях говорим, еще не совсем ясно. Ну, вот с теми же самыми прямыми, если взять пример, когда мы говорим о направлениях, то у нас конкретные прямые-то уже как бы теряются, и мы можем сказать, что вот у нас есть множество прямых, направленных одним и тем же образом, и мы не знаем, из какой конкретно прямой мы абстрагировали наше представление об этом направлении. Точно так же тогда получается, как и со змеями. То есть мы не знаем, на основании знакомства с какими конкретными змеями бабушка вывела свое представление о той змея, которая живет в ней в амбаре. Ну, я думаю, что у бабушки там не только знакомство с конкретными змеями замешано, но она, может быть, слышала какое-то шуршание там в этом амбаре своем, может быть, она видела какие-то тени, еще что-нибудь, и поэтому подумала, что это змея. Ну да, да. Но все-таки несуществующую змею нельзя считать абстрактным объектом. Она может быть вполне конкретным объектом, но, допустим, бабушка считает, что у нее должно быть три головы, и она должна находиться не в левом, а в правом углу чулана. Но это же не делает ее конкретной. Просто это абстрактная змея с тремя головами. Это конкретная бабушкина змея с тремя головами. Вот в том-то и дело, да, вроде бы она с одной стороны абстрактная, потому что мы не можем указать на какую-то реальную змею и таким образом придать этому понятию конкретно с одной стороны. Но с другой стороны бабушка-то уверена в том, что эта змея конкретна, и ну, она может, например, о какой-то конкретной змее сказать, нет, это не та, не моя. Ну, видимо, мы как-то по-разному все употребляем эти термины абстрактные и конкретные. Когда мы говорим о существовании и несуществовании, мы должны говорить всё-таки о конкретном. Не, ну, для абстрактного термина существования понятие существования также имеет смысл. Мы же можем сказать, скажем, существует простое число больше двух или там, скажем, даже простое число больше двух на меньшее четырёх. Да, можем. Но числа-то мы не можем пытаться подстрелить в амбаре из-за ошибочного представления, что они там у нас завелись под сундуком. Получается, у нас необходимостью абстрактные объекты, которые, в принципе, не могут получить пространственно-временную определённость, а есть конкретные объекты, которые могут становиться абстрактными из-за того, что они в данный момент не реализованы в конкретном пространстве и времени. Видимо, это разные типы объектов. Мне нравится то, что сказала Вика. Это разумно, да. Вот тем не менее, я тоже могу себе представить бабушку или кого-нибудь другого, кто будет считать, что в амбаре у этого человека поселилась двойка, очень назойливая и вредная, и надо пойти её подстрелить. Это, наверное, двоечника. Возможно. И вот непонятно, как надо тогда оценивать гёдалевский платонизм, по поводу которого Рассел пошутил, что вот гёдаль, когда умрёт, попадёт в рай, то он, наконец, там увидит эту божественную двойку. Вот это место, куда попадёт гёдаль, это место какое-то в пространстве и времени или нет? Не совсем понятно. С гёдалем-то, конечно, ситуация не поддаётся прояснению, но если когда-нибудь мы встретим того человека, о котором говорит лев, который намерен попытаться подстрелить двойку, которая поселилась у него в амбаре, я думаю, нам следует спросить его досконально, как именно он собирается это сделать пошагово, потому что проблема-то именно в том, что абстрактными объектами мы называем такие объекты, с которыми принципиально невозможно причинное взаимодействие. И если этот человек полагает, что для него причинное взаимодействие с двойкой возможно, то надо выяснить, как он себе это представляет. Ну да, это в общем тоже вполне разумно. Я думаю, что этот человек мог бы ответить следующее, он бы сказал, что в охоте, к сожалению, заранее план придумать нельзя. Не знаем, откуда эта двойка выскочит и с какой позиции в нее придется стрелять. Ну, это шутка, конечно. Естественно, я соглашусь, что абстрактные объекты не находятся в пространстве времени и в причинностейственных отношениях не участвуют. Тогда змею бабушки нельзя считать абстрактным объектом. Вот да, тогда она не является абстрактным объектом. А чем же она является? Ведь конкретным объектом она тоже не является. А, вот, она является, как сказала Виктория, конкретным объектом, который не реализован в данных пространственно-временных условиях. Да, она является конкретным, но не в смысле Тимоти Вильямсона. В другом смысле. Хорошо, относительно абстрактности и конкретности змеи мы выяснили. Давайте об объектности змеи поговорим теперь. Является ли змея, о которой думает бабушка, объектом? В соответствии с какими критериями объектности? Да, хоть с какими. Ну, вот, если быть объектом, значит, иметь какие-то критерии тождества, нам нужно придумать адекватные критерии тождества для этой змеи, тогда мы сможем ответить на твой вопрос. При этом быть объектом еще предполагает, что мы можем эту сущность подставлять в формулы и получать какую-то истину. Когда мы берем, например, утверждение, что существует такой х, что об этом х думает бабушка, этот х живет у нее в амбаре, является змеей и, может быть, имеет огнестрельное ранение, то такого объекта мы не находим. Значит, это не является объектом. Ну, то есть в нашем универсиуме нет такого объекта. То есть бабушкина змея не объект получается. Но если мы договорились считать, что могут быть объекты, которые не реализованы в пространственно-временных каких-то координатах, ни в каких, но они тем не менее объекты, получается, что тогда змея все-таки объект. да, но формула-то ложно будет, если мы говорим о том, что существует такой х, что там то-то и то-то. Получается, что нам тогда нужен еще один квантер существования, который бы обозначал не только, то есть который пробегал бы не только по тем объектам, которые реализованы, но и вообще по всем, которые являются объектами. Ну, это прям как дефляционная теория существования у Джоди Азуни. Согласно нему, есть нормальные квантеры, а есть еще квантеры по выдуманным объектам, типа математических. На самом деле никаких математических объектов нет, но квантеры по ним есть. Просто они не влекут за собой никаких антологических обязательств. А может быть дело в порядковости? Когда мы говорим о существовании применительно к первопорядковым, к первопорядковой квантификации, к первопорядковым языкам, то это то, что, так скажем, берет свою истинность от мира. А когда мы поднимаемся второпорядковые и начинаем использовать говорим о математических например объектах, которые определяются через понятия допустим или еще как-то, то это уже не то существование, которое имеется в первом случае. Возможно, но давайте рассмотрим такое утверждение. Существует такое П большое, что Дмитрий Владимирович обладает этим П большим? Ну, найдется же какое-нибудь свойство, которым Дмитрий Владимирович обладает. Да, ну и что из этого следует? Ну, вот и возникает вопрос, существует это свойство или нет? Или же существует класс объектов, которым это свойство может быть приложено? не, ну, если у нас есть корректный принцип абстракции для свойств такого рода, то тогда мы, наверное, можем сказать, что оно существует. А если это П большое является предикатом существования? Тогда у нас уже свободная логика получается, а не классическая. Ну, да, предположим все-таки, что предиката существования у нас нет просто в языке. У нас есть квантеры, но предикатов таких нет. если не переходить к второпорядковой логике, то так, тогда нет. Кстати, я посмотрела в источники, прошу прощения, я вас обманула, например, Сознеябин лежит не Гитчо, он у Эдельберга приводится, видимо, Эдельберг его и придумал, а у Гитча другое примерно интенсиональное дождество, о нем мы говорить сегодня не будем. Интересно, в чем же заключается тонкость тонких объектов? Ну, если судить по тому, что пишет Линоба, тонкость заключается в том, что требования к миру не те же самые, какие предъявляются теми объектами, от которых эти тонкие являются производными путем абстракции. Ну да, бабушка абстракцию не производила. Да вот непонятно, на самом деле производила она ее или нет. Вот, если мы, например, можем сказать, что вот существует число, которое задумал Лев, и существует число, о котором думает Илья, и это одно и то же число, число Ильи и число Льва, то, ну, кажется, что по структуре это высказывание совершенно аналогично, высказывание о том, что бабушка думает о змее, и кто-то другой думает о змее, и это та же самая или не та же самая змея. Ну вот мне все же кажется, что здесь сложность заключается в том, что с одной стороны мы имеем дело только с описаниями, а с другой стороны под эти описания все-таки какой-то объект подпадает. То есть в первом случае под эти описания никакой объект не подпадает, а в втором случае под эти описания какой-то объект все же подпадает. И вот когда есть такое подпадение объекта под описание, тогда у нас есть возможность сравнивать. А когда под описание никакой объект не подпадает, тогда как мы можем о критерии тождества говорить? Потому что у нас нет объектов вообще. Что там должно чему соответствовать? Быть тождеством? Безусловно верно. Но мы же можем сформулировать просто критерии тождества для интенсиональных объектов. Насколько я понимаю, именно так задача и ставится. Давайте придумаем критерий, по которому мы можем отождествлять змей, о которых кто-то думает, но в действительности этих змей нет. Чему это противоречит? В общем-то ничему. Просто мы можем по-разному это делать. Мы можем попытаться притянуть туда критерии тождества для абстрактных объектов, а можем попытаться сформулировать какой-то другой. Мне кажется, здесь просто критерия нет. Змея, о которой бабушка думала позавчера, и змея, о которой бабушка думала вчера, даже если с точки зрения бабушки одна и та же змея, то бабушка может ошибаться. И никто не докажет, что она не ошибается. И она приняла не одну и ту же самую змею, о которой думала позавчера, за совсем другую змею, о которой она думала вчера. Если критерия тождества нет, тогда она и ошибаться не может. То есть тогда вообще непонятно, что означает утверждение, что это та же змея или не та же змея. А вот если критерии есть, но при этом согласно этому критерию это разные змеи, тогда уже все интереснее. Ну, насколько я понимаю, когда об интенсиональном тождестве идет речь, то тогда имеют в виду, что объемы, вот, соответственно, сравниваемых понятий, да, или там каких-то, не знаю, более сложных описаний, они будут одинаковы во всех возможных мирах. Вот тогда мы имеем тождество интенсиональное. То есть если в одном возможном мире и бабушка, и ее собеседник думают о чем-нибудь, и там, допустим, это пустое множество является объемом понятия. В другом возможном мире эта бабушка со своим собеседником думает о чем-то, и там объем понятия, например, какая-то конкретная змея, потому что там она действительно есть в этом возможном мире. И они, вот, именно о ней и говорят, и так далее. Вот. Если во всех возможных мирах имеет место совпадения, то тогда, значит, это интенсиональный тождественный объект. Так, мне надо тут отвлечься, отойти дверь открыть. Так, мне тут, к сожалению, надо надольше отвлечься, поэтому я с вами прощаюсь. Спасибо за обсуждение. То, что вы тут обсуждаете дальше, я потом в записи посмотрю, послушаю. Да, если честно, мне кажется, что можно было бы и закончить. Да, я согласен. Слишком сложно думать о тех возможных мирах, которые выстраиваются вокруг бабушки, которые думают о змеи. Тут просто нету границ для построения множества возможных миров. Не, ну так-то мы же уже более или менее привыкли с возможными объектами, имея дело. Особых проблем в этом нет. Ну, когда мы говорим, что кто-то о чем-то думает, то, мне кажется, ситуация существенно иная, чем разговор о том, что что-то есть или чего-то нет. Тут получается какая-то более сложная бесконечность. Как-то, мне кажется, не очень правильно привлекать некоего думающего при обсуждении проблем абстрагирования. мы начинаем блуждать не весть где. Ну, понятно, да, что когда мы вводим какого-то агента эпистемического или какого-то другого, то ситуация резко усложняется, потому что появляются эти вот операторы или там предикаты, связанные с пропорциональными установками. и от них, их очень сложно куда-то деть потом, после того, как они появляются. Но и тем не менее, многим, в том числе, мне сам вопрос о критериях тождества для интенциональных объектов кажется вполне осмысленным и интересным. Ну, и если есть, если считать осмысленным и интересным вопрос о критериях тождества, то, конечно же, вопрос о критериях существования также следует. Ну, вот здесь сложно задать какой-то домен. В математике мы можем это сделать. Одни и те же интенциональные объекты. Мы можем как-то установить берега для одних и тех же интенциональных объектов. А когда мы говорим о том, что думает некоторый агент, ну, тут сразу же возникает вопрос о каких-то возможных других агентах, о нас самих, которые думают об этом агенте и прочие вещи. Никаких берегов не предвидится. Ну, можно поступить так, как поступали те, кто начинал разрабатывать химическую логику и просто ограничить мысли агентов теми объектами, которые, по крайней мере, не противоречивы в своих описаниях. И тогда у нас вот этот универсум возможных объектов мысли, он просто будет построен под тем же принципом, что и универсум обычных абстрактных объектов. И, соответственно, с ними можно будет работать примерно теми же методами. Ну, может быть. Но это может оказаться, допустим, универсумом какого-нибудь шизофренического больного, находящегося в безнадежном состоянии. Будет все непротиворечиво. Ну, может быть и так. Но вот та бабушка, о которой речь идет в нашей истории, она же не обязательно является шизофренически больной. Она может быть вполне нормальной, просто она заблуждается, принимая одно за другое. Ну, это случается со всеми временами. Да, но я боюсь, что в некоторых случаях ей не доказать, что она заблуждается. Возможно, такие ситуации, когда у нас не будет никакой возможности предоставить ей соответствующий критерий того, что она заблуждается. То есть вы считаете, что имеет смысл говорить только о тех объектах, относительно которых можно установить какой-то критерий того, является ли этот объект конкретным в смысле представленности в пространственно-временных каких-то рамках или нет? А если такого критерия установить нельзя, то об этом объекте говорить не имеет смысла как объект. Ну, можно, наверное, и по-другому сказать. Абстрактные объекты все-таки должны каким-то образом быть связаны с объектами конкретными. с общим для нас миром. Математике удается продвигаться в этих границах. В границах того, что все-таки остается возможным для любого положения дел в мире. Но мы можем и покинуть эти границы. И мы покидаем их, когда ошибаемся. Ну, и бабушка покинула ее. Дмитрий Владимирович, вот такой вот вам пример примерно в ту же степь. Вот давайте представим две шахматные доски вполне себе конкретные. На каждой из них выставлена одна и та же позиция, предположим, из какой-то одной шахматной партии между какими-то двумя шахматистами, одними и теми же. Допустим, была какая-то известная партия, предположим, Карлсон на Камура, и предположим, там, в этой позиции у них стоял, у белых стоял ферзь на поле H1. Соответственно, вот у нас две доски, на них одинаковые позиции, и во всех позициях на клетке H1 стоит белая фигура соответствующая. Это один абстрактный ферзь стоит на поле H1 или два конкретных на двух конкретных разных досках? Ну, я как бы не стал так уж привязывать шахматную партию к некоторой конкретной доске. То есть, мы здесь можем иметь в виду все доски мира, а еще эту шахматную партию можно играть и без доски. В принципе. В уме, например, как некоторые умеют. Вот я про что говорю, вот этот вот ферзь в этой шахматной партии, в этой конкретной шахматной партии, которая не обязательно привязана к доске, но это вот именно этот конкретный ферзь, именно в этой конкретной партии, но при этом сам по себе ферзь в виде его математической реализации весьма абстрактным. Какой здесь статус будет? Здесь я что-то, ну, послушав ваше обсуждение, сам доклад я, к сожалению, пропустил, поэтому, ну, особо ничего сказать здесь содержательного не могу, но у меня вот такой вот вопрос возник. То есть, здесь какие-то целые слои абстрактности получается, возникают? Мне кажется, правильный ответ на вопрос Ильи состоит в том, как мы определяем принцип абстракции, опять же. Если у нас нет никакого принципа абстракции, то тогда мы имеем дело с двумя разными конкретными фигурами, которые, собственно говоря, мы даже не можем говорить о них как о шахматных ферзях, потому что у нас нет понятия шахматного ферзя, потому что понятие шахматного ферзя это абстрактное понятие. Мы должны говорить о двух объектах определенной формы, с определенным весом, материалом и так далее, свойствами поверхности. И о тех свойствах, которые являются у них общими, и о тех, которые различаются. Например, у них может быть общим цвет, но у них может различаться без. если у нас есть принцип абстракции, согласно которому мы говорим, что фигура вот такой формы, такого-то цвета в таких-то пределах представляет собой шахматного ферзя. Ну и, например, мы можем еще установить какой-то контекст, что она является шахматным ферзем не тогда, когда ею ковыряется в зубах какой-нибудь зулус, а тогда, когда она стоит на шахматной доске, определенным образом стоит и так далее, тогда мы можем сказать, что да, вот у нас есть один и тот же абстрактный ферзь в одной и той же позиции, в одной и той же партии, хотя у нас есть две разных конкретных реализации. если мы установим принцип абстракции иначе, когда будем говорить, что шахматным ферзем является, скажем, нечто, что выполняет какую-то функцию, опять же, в контексте шахматной партии, но при этом не обязательно, чтобы у него был какой-то цвет, какая-то форма и какой-то вес, тогда мы можем считать шахматным ферзем и того ферзя, который стоит на этой позиции, на той доске, которую мыслит человек, играющий в шахматном уме. То есть в этом случае метод Линноба работает 100%. Ну, я бы, наверное, ответил так. Когда мы имеем дело с бабушкой, то у бабушки нету никаких правил, она может схватить ружье и начать стрелять в темной кладовке. Когда мы имеем дело с шахматным ферзем, у нас есть определенные правила. Можно ходить по диагоналям, можно ходить по прямым на любое расстояние. Нельзя только перескакивать через свою фигуру. Шахматная доска имеет всего 64 поля, и этим определяются возможности ходов и так далее. Вот. У бабушки, к сожалению, нету таких тормозов. в шахматной партии они есть, в математике они есть. А если мы рассмотрим бабушку все-таки с тормозами, достаточно здравомыслящую бабушку, которая просто ошибается. Например, она думает, что вот эта вот змея, о которой она думает, это змея, которая была причиной того, что опрокинулся кувшин с молоком и она думает, что эта змея выпила молоко. Но тут мы ей говорим, бабушка, значит, мы тут были в этом амбаре, когда опрокинулся кувшин, и мы видели, что его, скажем, опрокинула и выпила молоко кошка, а не змея. Тогда мы можем убедить бабушку, что змеи в общем-то и нет. Ну и в этом случае окажется, что змея бабушки также привязана к конкретным каким-то обстоятельствам и имеет, ну, то есть бабушка думает о ней не все, что угодно, она думает о ней какие-то определенные вещи. Если мы покажем ей, что объекты, которые соответствуют этим вещам, которые она думает, объекты, тогда она откажется от своего представления о змея. Ну и все-таки хоть какие-то тормоза у бабушки все-таки есть? Нет. Для того, чтобы она взяла ружье, ружье должно быть, это уже тормоз, понимаете? да, но она может решить, что кошка это змея и бегать с ружьем за кошкой. Или она может решить, что кошка это ружье. Это понятно, но ей так или иначе даже в рамках ее условного шизофренического мира приходится задавать себе границы. Я все-таки предлагаю рассмотреть бабушку, которая не является шизофренической, а просто ошибается. Ну, потому что это интереснее гораздо. Все иногда ошибаются и в то же время нам интересно думать о том, как они представляют себе мир. О том, как представляют себе мир шизофреники думать неинтересно, потому что на это существует один простой ответ, как угодно. Во многих случаях у нас нету явных правил. И тогда с интенсиональными объектами все плохо. А есть меньшее число случаев, когда у нас есть правила. Правила шахматной игры, правила сложения, умножения и так далее. И вот это как раз те случаи, которые для нас должны быть видимо наиболее интересны. Если мы имеем дело с неявными правилами или с отсутствием правил, то все как бы рушится. Мы не сможем совладать с подобным универсумом интенсиональных объектов. Ну вот смотрите, есть скажем представление о Шекспире, что это там такой-то человек, который жил тогда-то, что его звали Ильямом Шекспиром, и что он написал определенные произведения. Существует проблема связанная с тем, что некоторые историки и литературоведы значит пришли к выводу, что представление о Шекспире как о человеке, который обладает всеми этими свойствами неверно. То есть, что одного такого человека, который удовлетворял бы всем этим описанием, нет. Ну, то есть, это вполне, хотя и не настолько конвенциональная ситуация с числами и шахматной игрой, но ситуация вполне понятная, имеющая границы, и в этой ситуации, если мы достаточно долго будем ее обсуждать, мы можем действительно прийти к выводу, что в рамках принятых языковых конвенций следует считать, что Шекспира нет, не было. Ну, если мы нормальные люди, а если мы шизофреники, то мы, конечно, можем говорить все, что угодно. Ну, не знаю, мне кажется, что шизофреники, они тоже очень даже логичными могут быть. то есть, видимо, правила помогают нам избежать ошибок в сложных ситуациях, чтобы сохранить свою последовательность. А так, может быть, допустим, какой-то очень сильный шизофреник сохранит свою последовательность на более сложной дистанции, чем то можем сделать мы. Правила, конечно, завязаны на нашу интеллектуальную конечность, ограниченность. вот. И где правила не сформулированы явно, то мы не можем получить нечто общезначимое. Хотя, допустим, очень продвинутые шизофреники могут, может быть, просчитать подобные ситуации, но это не будет общезначимое. Нам не понять доказательства этого продвинутого шизофреника. Как бы правила это единственно надежный путь к разговору об интенциональности каким-то общезначимым образом. явно сформулированные правила, формально заданные правила. Это можно сделать и в отношении шахматы, в отношении математики, в отношении многих других вещей. Но бабушка, она сложнее, чем шахматы. И мы не сможем сформулировать такие правила, по которым действует бабушка явным образом. Если мы можем сформулировать такие правила для разговора о Шекспире, то мне кажется, что мы можем по крайней мере приблизиться к их формулировке и для бабушки тоже. Вот я в этом не уверен. скорее всего в случае с Шекспиром мы можем ну если повезет разрешить ситуацию и прийти к общезначимым выводам найти какие-то правила, которые работают. А в отношении бабушки у меня такой уверенности совершенно нет. Ну и бабушка не обладает никакими преимуществами перед шизофрениками или шизофреник не обладает никакими преимуществами перед бабушкой. Я вижу это одинаково неразрешимыми задачами. Ну мне так кажется, что одинаково мне кажется, что вы не справедливы к бабушкам. Не справедлив к бабушкам? Но что-то справедлив к шизофреникам. Не знаю. Может и так. Мы слабы, чтобы рассчитать бабушку. А вот когда мы обращаемся, допустим, к философии математики, к философии шахматы и к другим подобным вещам, там у нас могут быть эксплицитно выражены правила или системы правил, с которыми мы можем успешно работать. Эти интенсиональные объекты приобретают какой-то обозримый вид. Не так, как в случае с бабушкой или с шизофреникой. Мне кажется, кардинал бабушки и кардинал шизофреника совпадают, если можно так выразиться. Ладно, на этом я все-таки предлагаю закончить, если никто не возражает. Ну, я думаю, тоже, наверное, закончили. Вопросы сложные, они далеко уводят. Но вот все-таки с интенсионалами надо работать, видимо, в каких-то более ограниченных языках, системах правил и так далее. Ну, вот Лина бы пытается это, видимо, все-таки привязать к математике, хотя, может быть, и выходит за рамки философии математики. Не знаю. Наверное, так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!